Сегодня тема нашего занятия работа с последовательными портами шарт процессора и работа с линд-портами шарт процессора dsp2.0.6.1. Начинаем с последовательного порта. Мы с вами сейчас рассмотрим основные возможности последовательного порта, то есть, что он умеет делать, для чего он используется, как он используется, структуру, порт, архитектуру его, как он функционирует, как разделены аппаратные части порта, которые отвечают за прием и передачу данных, как с точки зрения программы мы можем взаимодействовать с этим последовательным портом, какие основные сигналы синхронизации используются и для чего, и форматы передаваемых данных. Ну и рассмотрим пару примеров в организации отмена данными с использованием процессорного ядра и с использованием дыма пересылок через последовательный порт. Ну давайте начнем более подробно говорить о последовательном порте. Значит, в процессоре Shark DSP-21060, который базовый представитель первого поколения Shark процессор, имеются два последовательных и сериал Корс 1. Они предназначены, каждый из них предназначен для взаимодействия между процессором и внешним устройством, таким, как АЦП и САП, или аудио-коды. Более сложное устройство по сравнению с АЦП-САП, которое помимо того, что преобразование данного глоуформа на лугле, наоборот, выполняет еще и некоторое кодирование, типа амплитудная модуляция, импульсно-кодовая модуляция, ДКМ и так далее. Ну, в принципе, тот же самый. АЦП и САП это выдача или прием сигналов через равные интервалы и передачи чеки последовательных. Основные возможности последовательного порта у нас следующие. Это независимо от приема передачи информации. То есть одна схема последовательного порта может всегда работать на прием, другая схема может работать на передачу. Причем это жестко определено. То есть, в зависимости от того, чего мы хотим принимать и передавать данные, мы, соответственно, выбираем влюбленную аппаратную часть порта и губерные регистрики. Следующая возможность, это некоторая возможность утилизации данных при передаче и приеме, то есть на передаче и на прием, последовательный порт использует двухуровневую схему по буферам. То есть пока одно слово накапливается, следующее слово уже находится в буферном регистрии и готово для того, чтобы наше процессорное ядро или ДМА-контроллер его забрал, если мы и говорим о приеме данных. То же самое передача данных, если мы говорим, пока одно слово передается, мы должны в буферный регистритор предописать следующее слово для передачи. Следующая возможность последовательного порта, это аппаратное компонтирование по А и МЮ законам при передаче и при приеме информации. Следующее, это использование независимых тактирующих сигналов на стороне передачи и на стороне приема данных, причем особенности, что синхронизации могут быть либо внутренними, либо вместе. То есть как сам наш последовательный порт может выставлять, генерировать такие сигналы, так и принимать и снизу дистанцироваться внешнему устройству. Как правило, при построении системы связи всегда делаем так, что сигнал-синхронизации генерируется устройство, которое является передачей. Вот поэтому, когда мы говорим о передаче данных из нашего процессора во внешнем среде, то обычно включается внутренний сигнал синхронизации. Когда мы говорим о приеме данных из внешней среды наших процессов через последовательный код, то, как правило, мы включаем внешний сигнал сигнализации. Дальше. Как организуется пересылка данных с точки зрения программиста? Она может быть выполнен как под управлением процессов нового экрана, то есть когда сигнал прерывания генерируется каждый раз после получения очередного слова, и мы выполняем пропуску этого сигнала прерывания. Также можно использовать и демоконтроллер, который в нужном данном случае решает задачу пересылки данных, которые поступают через последовательный код, во внутреннем данном случае. Ну и последняя возможность, это многоканальный режим приема передачи данных с временным разделением битового потока. Это такая штука, которая позволяет разрешить изобретить прием или передачу отдельных битов по временным интервалам, то есть включить или выключить отдельные каналы передачи приема данных. Но об этом мы с вами подробнее чуть позже не узнаем. Итак, аппарат на порт последовательном выглядит следующим образом. Как вы видите, с левой стороны это аппаратная часть, которая отвечает за передачу данных. С правой стороны на клаве, на этой картинке, та часть порта, которая отвечает за прием данных. Буферные регистры передачи, это регистр D и дальше пубочка N, которая соответствует номеру порта, либо 0, либо 1. Точно так же буфер приема, когда мы хотим передавать значение через последовательный порт, то либо наша программа процессорная ядра, либо демоконтроллер должны записывать очередное слово в регистр Dx. Когда мы принимаем данные, то наша программа или DMA-контроллер читает очередное принятое слово в регистре R. Ну и как вы видите, двухуровневая фифо, двухуровневая фифо-буфер, означает, что у нас есть буферные регистры Dx и Rx, которые доступны программе и DMA-контроллеру. И есть еще аппаратные регистры двига, передающие регистры двига и приемные регистры двига. Вот это собственно и назначение. Называется двухуровневая фифо-схема. То есть пока передающие приемные регистры двига по одному виду на хаппе выдели передают значение, нам нужно либо забрать слово из регистрра Rx, предыдущее принятое, либо записать слово в регистр Dx, следующее, которое мы будем передать. То есть у нас есть некоторый запас по времени для того, чтобы выполнить данные. И схема общая для передающей и для приемной части, это та часть аппаратуры, та часть аппаратная, аппаратная часть порта, которая реализована в блоке управления. Как вы видите, из этого блока выходят линии, которые называются линиями синхронизации. Это линии тактирования T-клок и R-клок, соответственно, на прием и на передачу. И линии кадровой синхронизации. Это FS, TFS, соответственно, и RFS. T-клок – это тактовая, так как частота, соответственно, которая передается или принимается очередной бит. А FS – это сигналы синхронизации, по которым выполняется сдвиг слова из бутера передачи в передающий регистр-двига, или из приемного регистр-двига, бутер-приемного. То есть, это сигнал синхронизации, который отмечает передачу или прием очередного слова. И еще две линии, которые также связаны с последовательным портом. Это, собственно, 1-битовые, 1-разрядные линии данных. Это линия ножка GD и ножка DR, соответственно, на передачу и на прием. Если говорить о том, как работает последовательный порт, то схема достаточно простая. Когда мы хотим передать слово, мы записываем его в регистр ТАИК. Вот, еще забыл сказать, что вот между бутерным регистром, который доступен в блоке процессора, и аппаратными регистрами сдвига, которые соединяют процессор в внешнем мире, есть блоки компонтирования, которые отвечают за решение задачи либо компонтирования на передающей части, либо те компонтирования при постановлении полноразрядного значения и сжатого, если это необходимо. При передаче данных слово из регистр ТАИКС соответствует сигналам кадровой синхронизации DR, сдвигается передающий регистр ТАИКС, и дальше под сигналом тактовой синхронизации ТАИКС выдвигается по одному биту на ножку ДТ. Когда количество битов соответствует разрядности слова, то есть становится равно разрядности слова, то есть слово считается переданным, и снова генерируется сигнал кадровой синхронизации, который приводит к выполнению тех же самых действий, то есть сжатого передачи. Следующее слово, которое к тому моменту уже должно быть записано, сдвигается в передающий регистр ТАИКС, и потом по импульсам кадровой тактовой синхронизации ТАИКС начинается передача его по одному биту на ножку ДТ. И при приеме выполняется обратное последовательное действие, то есть мы накапливаем битвы в приемном регистре ТАИКС по одному, накопление идет с ответственностью сигналами тактовой синхронизации. Когда слово накуплено полностью, генерируется сигнал кадровой синхронизации, это слово сдвигается с приемного регистра ТАИКС, и так далее. Какие основные регистры используются для управления последовательным портом? Давайте некоторые из них разберем, которые нам потребуются при выполнении лабораторных работ. Самый главный регистр, который отвечает за управление передачей или приемом ДАМ, давайте сначала часть, которая отвечает за управление передающей части последовательного порта. Это регистр Serial Transmit Control, первый регистр, регистр управления передачей. Мы о нем сейчас подробнее потом будем говорить. Следующий регистр, который наиболее важен для нашей программы, ну или для ДМА-контроллера, это буферный регистр, в который мы записываем значения либо в своей программе записываем значения, либо ДМА-контроллера. Следующий регистр, это регистр делителя тактовой и кадровой частоты. У нас состоит из двух частей, в каждой из которых записывается коэффициент деления частоты тактирования нашего процессора, и это приводит к тому, что мы можем передавать не на каждый день тактирование, а с меньшей частотой, то есть скорость передачи даже с меньшей, чем каждого частота процессора. То есть, если процессор у нас работает на частоте, например, на 60 МГц, то предельная скорость передачи должна через последовательную скорость, то есть, вставляющую, что 60 млз. Если нам нужно меньше, а как правило, нам нужно меньше, то мы должны ставить делитель частоты, если запишем троечку в это поле, которое соответствует делителю тактовой частоты, то у нас будет значиться в два раза меньше, то есть 30 млн. секунд. Если запишем троечку, то еще меньше, ну и так далее. Следующие два регистра МТЦС и МТЦЦС, так же, как и регистры, которые чуть ниже приведены, МРЦС и МРЦЦС, это режимы, которые отвечают за функционирование последовательного порта в многоканальном режиме. О работе последовательного порта в многоканальном режиме мы сегодня, скажем, буквально несколько слов. Подробнее мы об этом режиме будем говорить, когда будем разбирать взаимодействие между процессором Starco DSP и аудиокодексом, который установлен на оценочной плате. Вот там нам потребуется вспомнить, что такое многоканальный режим приема и передачи данных через последовательный порт и как его можно диспустить. Вот пока что давайте ограничимся той информацией, что есть два регистра, которые отвечают за передачу данных при многоканальной передаче, то есть это выбор каналов, Channel Select, МТЦ Channel Select и режим компонтирования для каждого канала при многоканальной передачи. Вот и то же самое для приема данных. ЦС это вот есть те самые Channel Select, МТЦ Channel, R-Receive, Т-Передача, R-Прием, Т-Передача и дальше вот в зависимости от назначения этого регистра. Либо мы выбираем каналы, либо устанавливаем режим компонтирования, использовать или не использовать для каждого канала. Следующий регистр, это регистр, несколько регистров, которые отвечают за прием данных через последовательный пункт. Мы про передачу поговорили, теперь про прием. Это регистр управления приемом данных, Serial Receive Control, дальше указывается номер порта, либо номер, либо идентичка. Следующий регистр, R-Rex, это регистр, через который идет обмен данными нашей программой или DMA-контроллером. И регистр делителя тактовой и кадровой частоты при приеме данных, которые имеют предотвольное значение, как и регистр, только его действие распространяется на приемную часть последовательного пункта. Ну и еще есть несколько регистров, которые могут быть использованы. Один у них сериал ПАП, это так называемая длина путителя многопроцессорной системы. Что это такое? Честно говоря, я за конца не разбирался и никогда не использовал. Для чего это нужно? Скорее всего, такие регистры используются при организации что-то вроде такой ячеистой структуры, когда у нас несколько процессоров соединены между собой через последовательные порты. И в этом случае возможно вот такой регистр использовать. Я никогда его не использовал и как-то наработать не знаю. А вот регистры KWRT и KMASK, это достаточно интересные регистры, но есть они в процессоре 20-21, а в 10-м процессоре его не используют. Что это такое? Кистры КПАП позволяют нам не давать фильтрацию данных и приемную самую простейшую фильтрацию, то есть сравнение значения, которое поступает через последовательность с некоторой массой. Вот это заключается в следующем. Мы указываем и выбираем режим сравнения, где в таком режиме мы выполняем. Пропускаем значения, которое соответствует маске, не пропускаем значения, которое соответствует маске и так далее. А в регистре KMASK записывается собственно маска для режима сравнения. С каким значением нам нужно сравнивать то значение, которое мы получили через определенное значение. Как правило, это только на приемах. Но еще раз подчеркну, что данные регистры есть, то есть на первом процессоре. И если вы захотите их использовать, то и соответственно нужно будет мануал читать лучше на первом процессоре. Теперь поговорим о регистической управлении передачей через последовательный пункт. Опять-таки мы сосредоточимся сейчас на основных наших битах, которые нам потребуются при выполнении нашей лабораторной работы. Первый бит, или нулевой бит, самый главный. Бит это включение или выключение передачи данных через последовательный пункт. Следующее поле D-Type это формат передаваемых данных. О нем мы поговорим более подробно. Заключаю его в том, что мы передаем либо линейные данные, либо компонтированные данные. Следующий бит, третий, CENT-N, направление передачи. То есть в каком порядке биты выдвигаются на линию D-Type, на ножку D-Type, либо начинают младшить битов слова. То есть в этом случае идет пик в правую серию передающей пик. Либо начинается старший битов слова. В этом случае идет все время пик влево на один разряд. К каждому сигналу датовой синхронизации. Следующее поле пятиразрядное это поле Serial Blanch. Длина передаваемого слова минус один бит. И минимальное значение, которое можно, минимальную длину слова, которое можно передавать через последовательный порт, насколько я помню, равна трём битам. Это слова короче, трёх битов. Сейчас мы путем, тут еще на одном серии числа битов. По-моему, меньше трёх битов слова передавать нельзя. Следующий бит, распаковка или упаковка данных. Данных, лучше распаковка данных. Что это такое? Помните, мы когда говорили про организацию пересылки данных использования дима-контроллера между внутренней памятью и внешней памятью? Мы с вами говорили, что шина, которая соединяет процессор ввода-вывода и внутренней памяти, она является разделяемым ресурсом. То есть хорошо было бы по возможности сокращать нагрузку на эту штуку. И вот когда мы рассматривали пересылку данных между внутренней памятью и внешней, обращали внимание на то, что там на самом деле имеются три пересылки. Одна пересылка выполняется по внешней штуке, то есть между процессором и микросхемой внешней памяти. Другая пересылка выполняется по внутренней штуке, между геопроцессором и внутренней памятью. И вот во внешней памяти, поскольку у нас могут храниться не всегда там 30-40 и 48-разрядные значения, например, при загрузке информации из флэш в микросхеме, там такие разрядные значения передаются по этой внешней штуке. Поскольку у нас не всегда вполне хранится, что передаются полноразрядные значения, мы можем использовать режимы покупки. Суть его заключается в следующем. В схеме внешнего порта накапливается в соответствии с выбранным режимом покупки некоторая штука разрядная. И потом, за одну пересылку, этот разрядная штука, которая фактически вставляется от 2-2-16 разрядных штука, передается по внутренней шине, которая соединяет процессор ввода-вывода и внутреннюю памятью. И по той самой шине, на которую претендуют сразу 9-10 МА-канал. Вот здесь используется примерно точно такой же принцип. Распаковка или упаковка данных. Когда мы говорим о распаковке данных, это значит, что мы по внутренней шине, между внутренней памятью и процессором ввода-вывода, или между внутренней памятью и регистром D, передаем одно тресылку разрядное слово, а при передаче, при выдвижении этого слова через передающий регистр развида, процессор рассматривает это тресылку разрядное слово как 2-16 разрядных слов. То есть по первому сигналу кадровой синхронизации он берет из этого регистра младшие 16 битов, старшие 16 битов, неважно, и начинает по одному биту передавать. На следующем сигнале кадровой синхронизации он берет следующие 16 битов, то есть вторую часть этого слова, и также по одному биту начинает передавать. То есть каждое слово, которое ему в регистрации, как МА-канал ДМА-канал, зашивая программа и процессор на еду, он рассматривает как 2-16 разрядных слов, упакованных в одностофильный разрядный слово. И, соответственно, их передает по включению. То есть, таким образом, снижается нагрузка на внутреннюю шину ИО, которая соединяет процессор ввода-вывода под процессор ввода-вывода и вовремя парня. Следующий бит, десятый, бит, поле, которое называется Internal Claw. Это поле, которое включает и выключает режим внутренней генерации сигнала синхронизации данных на передачу. Здесь речь идет, в данном случае, по сигнале тактовой синхронизации. То есть, это сигналы синхронизации, по которому выдвигается очередной бит. Мы с вами помним, что последовательный борт реализует синхронный интерфейс. Это значит, что передача или прием очередного бита осуществляется по синхронизации. И кто-то, либо передача, либо приемник, должен этот синхронизировать обязательно генерировать. Вот, в данном случае, когда речь идет о передаче отдельных битов, сигнал тактовой синхронизации, мы можем выбирать, кто будет генерировать. Если бит internal clock установлен в единицу, то наш последовательный борт будет генерировать этот сигнал. Если internal clock установлен в нолик, то мы ожидаем, что внешнее устройство будет генерировать этот сигнал, а мы просто по этому сигналу будем выставлять очередной бит. Как я сказал уже, при организации взаимодействия между двумя устройствами, правилом хорошего тона является то, что генерация сигнала тактовой синхронизации, но вообще генерация всех сигналов синхронизации, осуществляется устройством, которое выполняет смысл и передачу. В данном случае у нас с вами передача, направление пересылки данных жестко фиксировано. То есть есть приемная часть борта, есть последовательная часть борта. И направление передачи данных уже и их назначение, эти части, поменять нельзя. Поэтому, как правило, для передачи данных через последовательный порт используется внутренняя генерация сигнала синхронизации. Это справедливо и для 10-го бита internal clock, и для 14-го бита internal transmit frame synchronization, это FF. А для приемной части, что мы увидим на следующем слайде, там, как правило, используется режим внешней генерации сигнала синхронизации. То есть 10-й и 14-й в соответствующем битве на следующем слайде. Как правило, выставляется внутренняя генерация. Перед тем, как идти дальше, я хочу обратить ваше внимание еще вот на такой момент. Вот то, что мы сейчас обсудили, относительно того, кто же генерирует, а теперь передающая или приемная сторона, тут все более-менее понятно. Кто передает, кто-то генерирует. Но у нас с вами при выполнении лабораторных работ на симуляторе есть некоторые особенности. То есть у нас процессор есть, а внешнего устройства нет. Поэтому при выполнении лабораторных работ я обращаю ваше внимание, что для того, чтобы у нас правильно функционировал последовательный сбор, я рекомендую сигналы генерации и для приема, и для передачи выставлять как генерируемые внутри. То есть чтобы сам процессор на генерируемый. Потому что внешнего устройства у нас нет. То есть вот учитывая это и понимая, как должно быть на самом деле, тем не менее на уровне лабораторных работ давайте считать и расставлять наш процессор, генерировать все вот эти вот сигналы. Следующий бит. Ну, на такую глубину мы углубляться не будем. 12 бит синхронизация по переднему и заднему фронту сигналов синхронизации. Вот давайте этот бит пропустим. 12 бит, при необходимости у меня в методичке достаточно подробные по этому биту, в том числе написанные в мандуале. Если кому-то потребуется это, разобраться с этими аппаратными особенностями, те смогут почитать. Дальше, 15 бит, в зависимых сигналах гадровое пропускаем. Здесь 15 бит, суть, но тоже это связано, вот несколько битов идут подряд, связанные с организацией именно на электрическом уровне, на уровне электрических сигналов взаимодействия между последовательным портом и с внешними устройствами. Например, в данном случае 15 бит говорит нам о том, что сигнал кадровой синхронизации может генерироваться или не генерироваться в зависимости от наличия данных в регистре DX3 передачи. То есть мы можем включать или выключать этот сигнал кадровой синхронизации. Но поскольку мы с вами обращали внимание на то, что последовательный порт предназначен для взаимодействия с устройствами, которые работают в потоковом режиме, то использование этого сигнала, используется этот сигнал достаточно редко. То есть когда у нас сигнал кадровой синхронизации не генерируется, если данные передаписать. То есть мы безусловно должны перезаписывать данные. Следующий отчет до окончания передачи следующего, текущего отчета. 16-й бит показывает, какой уровень сигнала является активным для кадровой синхронизации, то есть либо высокий, либо низкий уровень. И 17-й бит, но это наиболее, мне кажется, запутанный бит. Я достаточно долго с ним разбирался, когда методичку писал по последовательному порту. Ну и как оказалось зря, потому что на практике, уж как минимум при написании лабораторных работ, точно никто из студентов этот сигнал не использовал и правильно делал. Суть его заключается в том, в двух словах буквально, когда у нас какая связь между генерацией сигнала кадровой синхронизации и началом передачи первого бита следующего слова. То есть есть поздний сигнал кадровой синхронизации, это когда мы начинаем передавать первый бит очередного слова в момент, когда выдается сигнал кадровой синхронизации. Есть так называемый ранний сигнал кадровой синхронизации. Когда мы сначала генерируем сигнал кадровой синхронизации, а через некоторый интервал времени начинаем передавать уже биты. То есть некоторые из отличий. Еще раз говорю, что вот эти несколько битов, о которых мы сейчас с вами говорили, это вот 12 бит, это 15, до 16, до 17 биты, о них имеет смысл говорить тогда, когда у нас будет конкретный образец внешнего устройства, с которым мы взаимодействуем. Вот поэтому давайте на них о сумме пока не останавливаться. Следующие два бита, 18 и 19, это биты, которые характеризуют использование дыма, пересылки при передаче данных через последовательный клуб. Первый из них, Serial Demo Enable, это включение дыма пересылки при передаче или выключении. И 19 бит, Serial Chain Enable, это включение или выключение режима цепочной дыма пересылки. Но напомню вам, что цепочная дыма пересылка, это такая штука, которая позволяет автоматически в регистр геопроцессора загрузить параметры передачи следующего блока без задействования процессорного ядра. То есть мало того, что пересылка данных, то есть полезной информацией ведется дыма контроллером без задействования процессорного ядра, так еще и загрузка параметров дыма пересылки также может вести без задействования процессорного ядра. Так, дальше задержка кадров многоканальной в режиме при передаче тоже пропускаем. А вот статус текущего канала при передаче. Это поле, вернее, пятиразрядное используется, когда у нас последовательный порт работает в режиме многоканальной передачи данных. Здесь у нас указывается, в этом поле отображается, для какого канала идет в данный момент передача данных. Ну, в двух словах, многоканальный режим, чего это такое? Это когда все количество битов, которые мы передаем через последовательный порт от одного сигнала синхронизации до другого сигнала синхронизации, разбивается на условные, так называемые, кадры. И для каждого кадра задается определенное количество битов, фиксированное постоянно. Как только это количество битов прошло, то принятое слово из передающего регистра, из регистра TX, выдвигается передающий регистр TX и начинается передача следующего слуха. Так вот, для каждого временного интервала, то есть весь этот большой интервал, например, 256 битов один кадр, мы можем разделить на каналы. И для каждого канала установить, будет он передаваться или не будет он передаваться. Если этот канал не передается, то просто спусты и тактирующие генерируются, и все, а в передаче никакой битов не происходит. Если же передавать информацию нужно, то соответствует с этими включенным битами передачи по данному каналу, мы выставляем очередные биты значения. И в поле Channel как раз показывается, время какого канала сейчас пришло в этом многоканальном режиме, то есть для какого канала сейчас передается информация. Следующий бит, 29, он наиболее важный с точки зрения отладки вашей программы. Что такое этот бит? Это бит потери значимости. Transmit, underflow, flag. Flag потери значимости. Что это такое? Значит, сейчас я хочу обращать ваше внимание на то, как работает последовательный порт. Мы сейчас говорим о передаче данных, но на самом деле приемы тоже самое. Последовательный порт предназначен для взаимодействия с устройствами, которые обеспечивают порог в потоковую передачу данных. То есть там нет возможности приостановить пересылку данных, а потом ее продолжить. То есть потоковая пересылка данных предполагает, передача данных предполагает, что у нас все время через равные интервалы времени мы выгоняем отчеты, которые сразу в несколько разрядах или в случае последовательного порта по одному виду будут передаваться во внешнее устройство. И внешнее устройство, соответственно, настроено таким образом, например, ЦАП, чтобы преобразовывать эти отчеты из последовательного вот этого кода в некоторые сигналы, которые выдаются на выход в живоаналоговую порту. То есть принцип работы, принцип механизмов взаимодействия предполагает, что у нас строго всегда идут отчеты через равные интервалы времени, для чего, кстати, не нужны вот эти сигналы синхронизации. То есть, знаете, в раку прохраевы, и дальше, соответственно, с этими временными характеристиками идет передача информации. И при передаче данных по такому интерфейсу не предусматривается возможность, что мы можем приостановить передачу, а потом ее продолжить. Это связано с тем, что для того, чтобы сигнал преобразовывался в такую форму в аналоговую или аналоговую правую, у нас четко должна сдержаться от ваших параметров, так же, что тащит сигнал. Так вот. Это означает, что если мы с вами вдруг по какой-то причине так криво напишем программу, что задержимся и не успеем в буферный регистр TX записать следующее слово к тому моменту, как передача предыдущего слова закончится и будет сгенерирован новый сигнал синхронизации, который, кадровая синхронизация, которая обозначает начало передачи следующего слова, то последовательный порт будет продолжать свою работу в нормальном режиме. То есть он будет выставлять биты, которые находятся в передающем регистре. Это будет пустой регистр, поскольку все значения уже вытянуты. Там будут выставляться нулевые биты, то есть полезной информации передаваться не будет. Но последовательный порт работать будет, и взаимодействие на схеме на уровне электрических сигналов с внешним устройством будет продолжаться. Другое дело, что раз мы слово не успели записать в регистр TX следующее, то информацию о нашем сигнале мы во внешнюю среду уже не передаем. И у нас нарушается правильность обработки и корректность обработки информации в сигнальном процессе. Для того, чтобы на этапе отладки программы эту ситуацию обнаружить, используется бит номер 29, флаг потери значимости. Он устанавливается в действии в том случае, если к моменту генерации сигнала кадровой синхронизации следующего, то если мы заканчиваем передавать слово, передающий регистр, у нас выдается последний бит, генерируется сигнал кадровой синхронизации, для того, чтобы сбивать слово из регистров TX, на передающий регистр TX. А мы в этот регистр TX слово еще записать не успели. То есть, либо мы в программе что-то не успели сделать, не успели организовать так обработку, не смогли организовать, чтобы мы успевали записывать слово. Либо ДМА-контроллер по какой-то причине не успел следующую основу из памяти взять, и в регистр TX записать. Например, у нас все каналы очень активно используются, все ДМА-каналы. В этом случае устанавливается флаг потери значимости, то есть надо сдвигать слово, передающий регистр сдвигать, сдвигать нечего. Этот флаг устанавливается в виде ткани. Этот флаг является листким. Вот. И проверив его, мы можем определить ситуацию, что у нас произошло. Как раз-таки тот случай, который говорит нам о том, что программа организована у нас неверно. То есть мы не успеваем записать следующее слово до окончания передачи текущего слова. И нам нужно чего-то делать, иначе у нас данные будут передаваться неверно. Вот этот флаг потери значимости, еще раз говорю, липкий. Сбрасывать его вручную только можно, но сбрасывать его при работающем последовательном форте особого смысла нет. То есть понятно, что раз у нас произошла такая ситуация критическая, что у нас нарушилась правильная последовательность передачи информации, то нам необходимо приостановить процесс передачи данных через последовательный форте или приостановить атласу программы, выполнение программы и вносить изменения в наш программный форте. Почему-то идет не так. Распаки наши данные распроявились, а нас будет правильная ответственность. И последние два бита – это поле. ТХС – это поле статусного бутера передачи, которое позволяет нам осуществить состояние этого бутера. 1,1 – это значит, есть слово в предыдущем регистре, который выбегается по биток на ножке ДТС. Есть слово, которое мы уже записали, в регистр ТХС – предыдущий. В обоих регистрах есть значение. 0,0 – это значит, будет в одном из регистров нет слов. И 1,0 – означает, будет частично заполнен. То есть, в передающем регистре, в данном случае, есть слово, а в регистре ТХ – слово еще нет, и мы можем туда его записать. То есть, мы должны записывать слово в регистр ТХ, ну, я имею в виду, нашу программу, и ДМА-контроллер, должны и можем это делать, когда либо состояние форта равно 0,0, либо состояние форта равно 1,0. Это означает, что регистр ТХ у нас заполнен. Если мы попытаемся записать слово в регистр ТХ, в том случае, когда бутер будет полон, например, в нашей программе с процессорным ядром, то программа наша просто подвиснет до тех пор, пока регистр ТХ не особо висит. Это будет висит. Теперь управление приемной части последовательного порта – это регистр Serial Receipt Control. Точно так же их два, имеют они одинаковую структуру. Итак, первый бит точно такой же – это включение или выключение последовательного порта. То есть, пока этот бит в единичку не остановлен, никакие сигналы, последовательный порт у нас не генерирует и не принимает электрические ядерии. Следующее поле – деталь, формат принимаемых данных. О нем, как мы уже заговорили, поговорим чуть позже. Направление приема данных. То есть, младшие битов или со старшими битами. Следующее поле – это длина принимаемых слов за вычетом единички. Режим упаковки данных тоже мы обсудили. Десятые и четырнадцатые биты – это режимы внутренней или внешней сигнала синхронизации. Соответственно, тактовая синхронизация и кадровая синхронизация при приеме. Опять-таки, синхронизация по переднему или заднему фронту – это аппаратные особенности уже электричества взаимодействия. Для процессора ADS-P21061-115 дебит еще используется, который включает или выключает режим сравнения данных. Несколько сигналов 16 и 17 опять-таки к электрике больше относятся. И 18-19 сигнал – это те самые наши сигналы, которые биты, которые отвечают за дыма пересылки. Включают дыма пересылку через этот порт или выключают. И режим цепочной дыма включают или выключают при приеме данных через последовательный порт. Двадцатый бит – это опять же относится к процессору ADS-P21061. Двумерную дыма мы договорились не рассматривать. А вот 22-й бит нам может потребоваться при отладке нашей программы. Это довольно полезная штука. В битке SPL сериал «Спортный бутбек» называется. И я его достаточно часто использовал при отладке нашей программы. То есть я задаю параметры или организую к ресурсу данных через последовательный порт и организую прием данных через последовательный порт. И вот для того, чтобы мне отглаживать взаимодействие в реальном времени, я за все требования передаю и последовательный порт. В этом случае все, что я выдаю на передачу, поступает в приемную часть. То, что я записываю в регистр, где их потом через приемную часть поступает в реальном времени. При этом, естественно, временные параметры должны быть синхронизированы. Настройки сигнала синхронизации должны быть правильно установлены. То есть это передающее часть, чтобы не генерироваться для приемной части. То есть если нет данных, то есть последовательный порт у нас на цифре. Передающее часть, все идет на приемную. Но такой режим очень удобно позволяет отмазать программу. Весь выговорен в отличную правду. То есть, что мы нам не имеем в виду данных, но в том числе есть. Дальше. Следующие два бита отвечают за режим многоканал. Далее взаимодействия через последовательную порту задаем количество каналов и включаем и включаем использование порта в практиканальном режиме. Обращаю ваше внимание. Практиканальный режим включается сразу и для передающей, и для приемной части последовательной порты. То есть нельзя сделать так, чтобы последовательная часть работала в стандартном режиме, а приемная в практиканале или на банку. Ну и последние два поля, рейси по верху и статус кухня приема, имеют ту же самую звуковую нагрузку, только и в случае, когда мы говорили о передаче информации. Вот здесь смысл бита, например, бита переполнения. Там был бит потери значимости или обустошения, а здесь бит переполнения. Несколько другой. Этот бит также легкий, как и в случае передающей части последовательного порта. Но этот бит устанавливается в единицу в том случае, когда мы имеем накопленное у слова уже в приемном регистре сдвига. Накопили слово. Готовы это слово и начинаем его сдвигать в регистр Rx. А наша программа или DMA-контроллер еще не забрала из регистр Rx предыдущее слово. В этом случае наше следующее слово, которое мы получили, будет записано поверх предыдущего слова в регистр Rx. То есть мы старое слово просто потеряем. Опять же налицо та самая критическая ситуация, которая говорит нам о том, что у нас программа не то, не так. Мы ее написали, раз мы успеваем читать значение. И плак этот является липким. То есть мы по его значению, если хотя бы один раз такая ситуация произошла, мы можем определить, что чего-то у нас не так. Надо останавливать выполнение программы и переписывать, анализировать программный бутер. И точно так же статус бутера приема, он может быть полезен нам в том случае, если мы хотим значение, например, читать в процессорном ядре в нашей программе. То есть ожидаем поступления очередного отчета. В данном случае из регистра Rx мы будем читать значение в том случае, если у нас бутер полон или частично заполнен. А если бутер пустое, то при попытке прочитать такой бутер мы просто подписываем нашу программу в процессор. Вот это регистр управления. Теперь, что касается того, как организовывается передача данных. Передача данных выполняется через регистр Tx, соответственно, нулевой и первой, для разных последовательных портов. Для того, чтобы передать значение через последовательный порт, после включения порта, или перед включением порта, неважно в данном случае, можно сначала в регистр Tx записать значение, запись выполняется следующим образом. Регистр Tx, напомню, что это регистр последовательного порта, а значит, это регистр процессора ввода-вывода. С регистрами процессора ввода-вывода мы работаем следующим образом. То есть они все отображаются на внутреннюю память нашего процессора. А значит, при чтении или записи этих регистров мы должны использовать вот такую конструкцию доступа к памяти. То есть DM и в скобочках указываем имя регистр. При этом для того, чтобы ассемблер это нормальный программный порт, мы должны не забыть подключить соответствующий H файл ZP21060H, где для вот этих имен всех регистров процессора ввода-вывода с дефайнами обозначены и соответствия абсолютным ответам. Каждый регистр, как я уже говорил, функционирует в каждом уровне у ПИПО-буктер. И принцип его работы следующий. Если у нас сигнал прерывания, если у нас дыма пересылка выключена, то каждый раз, когда завершается передача очередного слова и в регистре DX находится следующее значение, то генерируется сигнал кадровой синхронизации. И по этому сигналу из регистра DX, передающий аппарат на регистре двига, передвигается очередное значение. Этот двиг, помимо того, что у нас значение передается и начинает передаваться дальше, приводит к тому, что генерируется сигнал прерывания, который поступает в процессорное ядро. И если мы хотим его обрабатывать, то обработку нужно для следующего события. Этот сигнал прерывания говорит нам о том, что слово из регистра DX было сдвинуто в передающий регистр двига, и теперь в регистре DX есть свободное место, куда мы должны рассчитать следующий рейтинг. Это мы должны рассчитать. То есть это событие, которое характеризуется тем, что передающий пусор не полон. В нем появилось место, куда мы должны рассчитать следующий рейтинг. И соответственно в обработчике прерывания мы должны это событие обработать. То есть событие пусор не полон. Так, проливкий флаг говорит. РХ работает примерно по такой же схеме, правда здесь написано трехуровневых и по бутерам, но на самом деле я считаю, что это двухуровневых и по бутерам обычных, поскольку сколько экспериментов я не проводил, это все равно на уровне двух регистров, регистр РХ и приемный регистр сдвига это работает. Значит там схема такая, мы принимаем данные по ножке ДР, накапливаем их в приемном регистре. Как только слово накоплено, оно сдвигается по сигналу кадровой синхронизации из приемного регистра сдвига в регистр РХ. В этот же момент времени, если ДМА пересылка выключена, генерируется сигнал прерывания, который поступает в процессор на ядро, в таблицу векторов прерывания, говорит нам о том, что приемный буфер не пускает, в нем уже есть слово в этом регистре РХ. И значит, что мы в обработчике нашего прерывания можем это слово без регистр РХ выбирать. Еще раз подчеркнул, что если мы не будем этот сигнал прерывания учитывать и просто будем пытаться в программе тупо читать регистр РХ, если там нет слова, то наша программа на этой команде зависнет до тех пор, пока в РХ регистре не появится очередной отмечения и не будет принято. И про отлипки слаг тоже мы уже говорили. Вот то, что мы говорили сейчас, то, что я пытался рассказать относительно попытки записи в полный регистр и относительно чтения из регистра РХ, если он пустой. То есть, если мы пытаемся выполнить такую ситуацию, то наша программа просто подвиснет и при необходимости избежать такой проблемы, мы должны сначала, перед тем, как записывать значение в регистр ТХ, выполнять проверку содержимого регистра Serial Transmit Control, то есть вот этого самого поля статуса. В данном случае мы пытаемся в этом примере программного кода записать значение, то есть передать значение, записываем его в регистр ТХ. Поэтому нам необходимо проверить поле, которое называется ТХС. Записать значение мы можем в том случае в регистр ТХ, если у нас буфер либо пустой, либо буфер не полон. И одна и другая ситуация говорит нам о том, что регистр ТХ будет свободен, и мы можем туда записать значение. Поэтому вот мы смотрим на эти биты и понимаем, что буфер пуст или буфер не полон, это младший бит этого поля равен 0. И поэтому мы здесь пишем такой программный код, который проверяет 30-й бит этого регистра, то есть младший бит этого поля. Если этот бит равен 0, то тогда мы можем записывать значение. Если же этот бит не равен 0, то мы тогда выполняем переход на две инструкции назад, снова читаем значение этого регистра, проверяем 30-й бит и принимаем решение. То есть таким образом мы в данном случае не подвешиваем нашу программу на команде ДМ ТХ 0 и равняется R2, а выполняем проход, вот здесь организуем такой небольшой цикл и ожидаем события, которое говорит нам о том, что в буфере передающем появилось свободное место, и можно записывать туда следующее значение. Мы с вами обсуждали варианты организации передачи и приема данных, и вот то, о чем мы говорим, это как раз-таки возвращает нас к тому порядку организации передачи и приема данных. Мы с вами говорили на одном из первых занятий, что три способа есть организации передачи и приема данных. Первый, это когда программа тупо опрашивает порт и ждет поступления очередного значения. То есть программа ничего больше не делает, вот как в этом примере, который приведен на данном слайде. Программа ничего больше не делает, она опрашивает состояние порта, и как только там получаем мы какое-то значение или место освобождается для передачи, мы выполняем либо запись, либо чтение соответствующего буферного регистра. Это наименее производительный способ пересылки информации, потому что мы ничего не делаем, а только пытаемся, ждем пока порт освободится или заполнится, и записать или прочитать очередное значение. Но нужен такой способ для того, например, в частности, когда мы хотим синхронизировать работу процессора с каким-то внешним событием. То есть если нам нельзя идти дальше до тех пор, например, пока мы не получим какое-то значение, или нельзя выполнять следующий фрагмент хода до тех пор, пока мы не передадим какое-то значение через последовательную тупу. Такое событие часто бывает, когда мы говорим об организации синхронизации между разными процессорами, например, в многопроцессорной системе. Вот такой способ используется. То есть не идем, не переходим в следующую секцию программного хода, пока не происходит какое-то событие, то есть два потока не засинхронизируются таким способом. То есть еще раз говорю, наименее производительный, но в некоторых случаях он необходим как раз для того, чтобы программы засинхронизировали. Второй вариант, напоминаю, это организация ввода-вывода данных по сигналу прерывания. То есть мы, как только передаем значение из регистра TX, передающий регистр сдвига, если у нас ДМА выключено, мы получаем сигнал прерывания от последовательного порта, который говорит, у меня место освободилось, давай записывай туда следующее значение. И мы должны до тех пор, пока идет передача предыдущего слова, успеть записать в регистра TX следующий отчет. В этом случае нам уже гораздо проще, то есть мы спокойно, не проверяя постоянно состояние этого бита, состояние заполненности бухера, реагируем просто на сигнал прерывания. То есть сам последовательный порт подсказывает нам в тот момент, когда мы должны записать следующий отчет. И третий вариант, это когда мы передаем поток данных, в этом случае нам удобнее использовать ДМА-контроллер. То есть нам по отдельным словам передавать, а например передавать целый бухер данных. В этом случае мы включаем ДМА и этот сигнал от последовательного порта перехватывается ДМА-контроллером. И он уже отвечает за то, чтобы взять передное слово из внутренней памяти и записать его последовательным. Но есть и свои особенности, если мы например по сигналу прерывания это делаем в проденсорном языке, то мы можем это слово дополнительно как-то обработать, если необходимо. Если мы это делаем ДМА-контроллером, то это просто идет обычная простая пересылка данных из внутренней памяти во внешнем поле. Какие вопросы? Если вопросов нет, тогда сейчас мы сделаем ДМА-контроллером. Сейчас мы сделаем ДМА-контроллером. Теперь давайте несколько слов о сигналах синхронизации и каким образом задаются делители. Тактовой кадровой синхронизации, что они означают и как связать значения, которые записываются в эти регистры с реальной тактовой частотой. Так, как мы с вами говорили, сигналы тактовой синхронизации. Два вида синхронизации есть. Первый это тактовая синхронизация. То есть это генерация тактовых синхроимпульсов по линии КЛОП, которая может выполняться либо нашим процессором, либо внешним устройством. В соответствии с этими тактовыми импульсами осуществляется передача или прием очередного бита. То есть это тактовая или побитовая синхронизация последовательного порта. Есть еще сигналы кадровой синхронизации. Сигнал кадровой синхронизации означает момент начала передачи или приема очередного слова. То есть это фактически сдвиг слово из регистры ДХ, передающий регистр ДХ, или сдвиг слово из приемного регистра ДХ, в регистр РХ. Особенность задания этих сигналов синхронизации и делителей следующая. Сигналы тактовой синхронизации и делителей для них задается относительно тактовой частоты самого процессора. Тактовая синхронизация задается в младших 16 битах регистров соответственно ТДИФ для передающей части порта и РДИФ для приемной части порта. Значения этих регистров, делителей тактовой частоты, учитываются схемой последовательного порта только в том случае, если сигнал Internal Clock, соответствующий в данном случае для тактовой синхронизации, равен единице. В противном случае, если последовательный порт настроен на прием тактового сигнала извне, значения, записанные в регистре делителей ТДИФ или РДИФ, будут игнорироваться. Теперь давайте рассмотрим вариант, как же мы можем записывать значения в регистры делителей и что они означают. Итак, теперь будем говорить только о том случае, когда у нас сигнал тактовой синхронизации генерируется нашим процессором самостоятельно. В этом случае линии ТКЛОК или РКЛОК рассматриваются как выходные линии и последовательный порт должен выдавать на них синхроимпульсы. Для того, чтобы определить, с какой частотой эти синхроимпульсы выдавать, нам и нужны делители тактовой частоты процессора. То есть в самом предельном случае, если в поле делителя будет записано нулевое значение, то тактовая частота отчетов, битов, которые передаются через последовательный порт, будет совпадать с тактовой частотой процессора. Как мы с вами это уже обсудили, то есть предельная скорость передачи информации через последовательный порт для процессора, который работает на тактовой частоте 60 МГц, будет составлять 60 миллионов отчетов в секунду. 60 миллионов битов в секунду. То есть если в поле делителя у нас будет записано нулевое значение. Если в поле делителя будет записано единичное значение, то фактически это поле показывает, сколько тактов частоты процессора мы будем пропускать перед генерацией очередного синхроимпульса для передачи битов. Если будет записано единичное значение, то соответственно мы будем пропускать один тактовый импульс процессора и на второй выдавать синхроимпульс для передачи или приема отчета через последовательный порт. То есть тактовая частота битов или частота работы последовательного порта у нас будет уменьшена в два раза относительно тактовой частоты процессора. Ну и так далее. Если мы запишем значение делителя поле 2, то соответственно мы будем два тактовых импульса пропускать процессор, а на третий генерировать этот сигнал. Делители, как мы уже с вами обсудили, записываются в регистры TDIF для передающей части порта и RDF для приемной части последовательного порта. Эти регистры устроены одинаковым образом, они состоят из двух частей. Младшие 16 битов в каждом из этих регистров это поля, которые задают делители именно тактовой синхронизации. Они задают делители тактовой частоты относительно тактовой частоты самого процессора. В этом случае тактовая частота приема и передачи данных через последовательный порт определяется следующим образом. Тактовая частота процессора CLOCKIN делится на значение, которое записано в поле T CLOCKDIF или R CLOCKDIF и плюс 1. То есть еще раз говорю, эта формула означает, что если мы в это поле запишем нулевое значение, то у нас частота генерации импульсов тактовой синхронизации для последовательного порта будет совпадать с тактовой частотой самого процессора. То есть скорость приема или передачи будет ввести на максимально возможной частоте, максимально возможной скоростью. Но, как правило, такие сигналы мы не обрабатываем, просто не потому, что не будем успевать их принимать, потому что обрабатывать. Любая более неразумная обработка требует такого-то времени. Естественно, если мы будем с такой частотой получать наши отчеты, мы их просто не будем успевать обрабатывать. Поэтому, как правило, в это поле заносится значение отличное от нуля, то есть от частот на уровне нескольких десятков мегагерстов или даже сотен мегагерстов для поля. В том, в модели процессоров переходят к частотам порядка единиц мегагерстов в максимальном случае, а более реальной это порядка сотен килограмм. Это мы с вами уже обсудили, как генерируются сигналы и кто отвечает за генерацию сигналов. Если у нас передающий порт является передатчиком, то он генерирует свой сигнал синхронизируется. Если он является приемником, то, как правило, он синхронизируется внешним сигналом. Теперь сигнал кадровой синхронизации. Чем он отличается? Сигналы кадровой синхронизации, они также есть отдельные для передающей и для приемной части, это TFS и RFS. Отмечают начало передачи и приема каждого слова через последовательный пункт. Нужно их генерировать или нет? В принципе, задается битами TFSR и RFSR, которые находятся в регистрах управления, передающие приемной частью последовательного порта соответственно. Если сигналы кадровой синхронизации указаны, что они не нужны, то у нас просто будет идти последовательность битов. Одно слово заканчивает передаваться и с тем же самым временным интервалом, то есть, иначе говоря, временной интервал между двумя битами, которые соответствуют одному слову, будет равен временному интервалу между последним битом текущего слова и первым битом следующего. То есть, получается у нас сплошной поток битов. Это если без кадровой синхронизации. Если же мы хотим ставить какие-то дополнительные интервал задержки, то мы устанавливаем еще дополнительные сигналы синхронизации. Чего это так? Этот сигнал, который позволяет нам... Шлифтинг – это сколько единое? Абсолютно! Сердор? Шлифтинг – это так, чтобы подарили. Иначе уже мы будем использовать сигнал так же что с точки зрения до бремени надо сделать 0,1,2,3 это все это все 1,2,3 2,3 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 7,5 8,5 7,5 8,5 9,5 7,5 9,5 9,5 10,5 10,5 11,5 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok значения младшие либо 12, либо 13 битов. То есть там от режима компонтирования это зависит, какая разрядность используется на входе линейного ЭКМ. И это значение 12 или 13 разрядное преобразуется в 8-разрядное значение, которое и записывается потом в регистры двигателей передающих. То есть на входе у нас 32-разрядное значение, из которых полезную информацию должны нести либо 12, либо 13 только младших битов в соответствии с тем режимом компонтирования, который мы выбрали. А в регистр передающих двигателей попадает 8-разрядное значение. И соответственно мы на выход, когда для последовательного порта задаем какую длину слова мы будем передавать, мы должны задавать длину с учетом того, сколько битов у нас используется. То есть уже 8-разрядное слово будет у нас передаваться через последовательный порт. Поскольку стандарт компонтирования по Аторгуми-Мюзакон 701, я напомню, уже 701. Вот он говорит, что в компонтированном виде, вжатом, отчеты всегда представляются 8-разрядными значениями. А после декодирования, ну или на входе соответственно, они представляются либо 12, либо 13-разрядными значениями для одного из законов 12, для другого закона 12-разрядными значениями. А вжатном виде всегда 8. Так вот, когда мы передаем данные, то эта схема последовательного порта при пересылке данных из-за регистра ТХ, передающей регистры двигателя, аппаратно выполняет компрессию этого значения с 12 или 13 битов до 8. Когда мы говорим о приеме данных, если мы включаем соответствующий режим в поле детали, то принятое 8-разрядное значение распаковывается до 12 или 13 разрядного значения и попадает в регистр ТХ. И дальше мы уже можем читать его в программу. То есть это компрессия компрессирования и компрессирование дополнительного аппарата. А, ну следующий слайд посвящен тому, как можно использовать эти аппаратные схемы компрессирования и декомпандирования без реальной передачи данных. То есть здесь обыгрывается тот вариант на этом слайде, что регистр ТХ на самом деле, например, регистр ТХ, можно не только в него записывать, как вот по логике вещей делать, когда мы хотим передавать значение. Но в принципе никто не запрещает его прочитать. То есть в данном случае мы записываем значение в регистр ТХ, устанавливаем необходимые параметры в регистре Serial Transmit Control, ждем один такт и снова читаем значение обратно из регистра ТХ. И в этом случае регистр ТХ вернет нам 8-разрядное компонтированное значение. То же самое можно сделать и с регистром RX. То есть туда записать 8-разрядное компонтированное значение и ждать, пока он нам через один такт вернет 12 или 13-разрядное восстановленное значение. Про многоканальный режим мы немножко уже поговорили. И договорились, что основное внимание мы уделим ему, когда будем говорить о взаимодействии между последовательным портом и кодеком AD1881, установленным на оценочной плате EZT2. Ну, суть мы с вами разобрали. То есть вот это, когда мы говорим для каждого канала, используется этот канал временной или не используется. Ну и теперь давайте разберем вопросы, которые связаны с обработкой значений, которые поступают или передаются через последовательный пункт. Отметим, в какие моменты генерируются сигналы прерывания. Итак, прерывания от последовательных портов у нас их 4 штуки. Адреса обработчиков здесь указаны, номера битов в регистрах обработки прерываний, в регистре защелки, в регистре маски, указатели временной маски они зафиксированы тоже. Как мы с вами говорили на прошлом занятии, одни и те же сигналы прерывания могут генерироваться либо от порта при приеме или передаче очередного слова, или от ДМА-контроллера при завершении приема или передачи очередного буфера. Имеется ввиду от ДМА-контроллера, который по тому каналу, который связан именно с этим портом. И давайте перед тем, как будем рассматривать пример, еще раз обратим... Продолжение следует... 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 Dx сначала значение записать. Пусть оно там как только вы его включите, вы меняете это значение из регистр Dx, передающего регистры. Если у вас в регистре Dx будет пустота к этому моменту времени, у вас тут же клажочек этот Dx установит, и вы от него потом уже не избавите. Если он вам будет мешать, то, соответственно, если вы считаете, что вам нужно контролировать состояние передачи данных через последовательный порт, то все-таки я рекомендую Dx сначала записать какое-то значение и только потом включать Serial Transmit Control. Иначе, чтобы не было вот этого флага пустошения. Дальше, что вы делаете? Здесь я вручную записываю, буду записывать значение в передающий регистр Dx и устанавливаю флажки обработки прерывания. И у меня вот обработчик прерывания, вот вверху стоит одна команда Jump. Я уж не помню, почему я так сделал, так странно. Наверное, думал, что может быть я, у меня сил хватит на более длинный обработчик. А потом решил остановиться. И в этом обработчике, единственное, что я делаю, я беру значение по адресу памяти из буфера и переношу его в регистр Dx. То есть, в данном случае, сигнал прерывания означает, что передача, идет передача очередного слова, оно из регистра Dx передано в передающий регистр издвига, и там освободилось. Второй вариант, это когда мы используем сигнал прерывания от DMA контроллера. Здесь у меня, по-моему, прием идет данных. Вот. А, здесь у меня вообще по-моему, зацикливание идет. Да, точно. Вот это вид SPL установлен в единичку. То есть, у меня два буфера в памяти. Один из них, это первый канал DMA, это принимаемые данные. Второй, это третий канал DMA, это передаваемые данные. Вот. Два буфера в памяти, и я между ними просто организую пересылку в режиме зацикливания последовательного порта. устанавливаю параметры DMA пересылки, включаю приемный порт, включаю передающий порт на передачу данных и разрешаю сигнал прерывания. Сигнал прерывания в данном случае означает, что завершена пересылка данных в зависимости от того, на что я повешу этот сигнал прерывания. Если я вешу этот сигнал прерывания на схему приема, на приемную часть последовательного порта, это означает, что N отчетов переданы во внутреннюю пайлю. Если я повешу этот сигнал прерывания на передающую часть последовательного порта, то этот сигнал прерывания будет означать, что все данные переданы в регистр TX по DMA контроллерам. А вот переданы они на самом деле или нет, это в данном случае в том, что мы не согласились. Вот такая вот эта. Какие вопросы?